Петербург весь город особенный. В центре дома, построенные заграничными архитекторами, которые здесь осуществляли свои, на их родине, непредставимые мечты. Тут строили Трезини, Деламот, Растрелли, Роси, Монферран. Здесь строил русский зодчий Захаров. Он создал Адмиралтейство, гимн кораблестроению. Этому зданию нет равного в мире. Фасад в полверсты длиной, тяжелые ворота посредине, надвратная башня, шпиль, на шпиле золотой кораблик плывет на запад. Адмиралтейство протягивает к Неве каменные руки. Внутри Адмиралтейства мастерские с обширными полами для черчения корабельных деталей в натуральную величину. Для этого шло дерево со всей страны, разное дерево, дуб, лиственница, тис, сосна. Дерево прямое и от природы кривое. Теперь дерево идет за границу. За ним приходят пароходы с пестрыми флагами, привозят мануфактуру, машины и уголь для балласта, увозят хлеб, лен, дерево. Империя врастает в новый мир индустрии. Это очень хорошо, будут строиться новые дома в новом стиле. На Неве зимний дворец и дома богачей. Это город старой монархии и новой промышленности. Архитектурно он пестр, улицы разно задуманы, по-разному шумят, иногда шумят слишком громко. Много в этом городе рабочего народа. На Рождество и Пасху Сережа ездил в Санкт-Петербург к бабушке. Бабушка водила Сережу в Смольный, в Лавру. Здесь на этом берегу, на песках, раньше рос сбор. Здесь был бой со шведами, здесь гнали смолу. И это место называлось Смольный. Потом сюда пришел Петр. Памятник его стоит ниже по течению. Его зовут Медный Всадник. Лицом он обращен на запад, почти к университету. На фотографии присутствует ограда памятника, установленная мастером Стефаном Вебером в 1781 году. Рисунок ограды создал архитектор Фельтен. Ее сняли в 1903 году, в канун 200-летия Петербурга. Так жил в Питере Сережа Изенштейн между историей и будущим. История Александр Невский, Петр, Растрелли. А будущее это Октябрьская революция, Ленин и Смольный. Пока что Смольный был институтом и ходили в нем за решеткой смольнянки, в коричневых платьях, в белых пелеринках. Смольным воспитывались по старым заветам девушки, которые должны были стать новым племенем без предрассудков. Славились смольнянки хорошим французским произношением и предрассудками. Приехав в Петербург, после сдачи документов остановились у знакомых. На другой день опять в институт. Переехали через кучный обводный канал, пошли доходные дома, пятиэтажные, шестиэтажные, все серые. Переехали через прекрасный мост с цепями, гранитными беседками. «Фонтанка, Чернышов мост», – сказал папа. Въехали на полукруглую площадь, повернули направо. Стояла улица дивной красоты, длинный ряд домов с прекрасными пропорциями, как будто отражался в другом ряду. Все это сужалось перспективой к прекрасному зданию. «Росси», – сообщил отец. «Очень красиво», – сказал Сергей. «Устаревшая классика», – поправил Михаил Осипович. Въехали на Екатерининскую площадь, рыжий осенний сад, коня над театром, публичная библиотека слева. Потом Невский, широкий и красивый. Бабушка в Питере живет в это время с мыслями о том же, но по-иному. Утром она пошла в Таврический сад, там прохладно, пруды, над прудами старые дубы. От садовой прохлады пришла домой бабушка Ираида, попила чай с постным сахаром. Пост бывает часто. Пошла на Лиговку, хорошо, что недалеко села в конку. Ряд конок тянет маленький старомодный желто-красный паровичок. В ворота дома Фредерикса ныряет он, выходит ближней дорогой на Староневский, наполняет дыбом неширокий проспект. Влачатся коночки мимо Калашниковской хлебной биржи, полукруглой площади, обставленной домами, построенными еще при императрице Анне Иоанновне. Дорога стоит 4 копейки, времени берет немного, извозчика нанимать не надо. Перейдешь в площадь, войдешь в ворота, тут деревянным мостом через канаву над речкой посмотришь, как берега речки заросли бедными, но приличными могилами. Отдохнешь на лавочке, пойдешь в церковь. Церковь обширна. В притворе, прямо в каменный пол, вделана каменная доска, на ней надпись простая и гордая. Здесь лежит Суворов. Ираида Конецкая покупает свечку из желтого воска, ставит ее перед серебряной рамкой святому Александру Невскому. Это здешний петербургский святой, здесь он сражался со шведами. Благолепно в огромном Свято-Троицком соборе, длина 35 сажен, в ширину 20. Это огромная верфь благочестия, иконостас из итальянского мрамора, иконы работ Ван Дейка, долевым клиросом воскресения Рубенса, рака с балдахином, как над самой богатой купеческой кроватью и вся серебряная. Ираида Конецкая, быть может, считает, что Александр Невский покровитель ее буксирного пароходства. Князь был умен, много путешествовал и умер в дороге, в городке над Волгой. Ночью Сергею Михайловичу снились пространства и книги, снилась арка Деламото над каналом, входящим в Новую Голландию, снилась арка Росси, которая с поворотом вела на Дворцовую площадь. Ему снились дома Петербурга, арки гостиного двора и арки дома дешевых квартир барона Фредерикса. Во сне он въезжал в их пролеты, а за ними ему виделись с отчетливостью чертежей книжные магазины, где продавали домье и пиранези в прекрасных листах, полными наборами.